Эти 10 шагов Эти 10 шагов До сегодняшнего дня Я имею 56 бизнесов опыта Я был где-то партнером Где-то инвестором Где-то учредителем Где-то сам управлял Из этих бизнесов что-то банкротилось Что-то из них пришлось просто закрыть Потому что они стали неактуальными Что могли Мы продали То, что у нас получилось, мы продавали Если мы видим, что получилось Мы это продавали А вот то, что в дальний момент действует Их 18 Они работают, действуют Что-то из них принесет прибыл И что-то из них до сих пор не принесет прибыл И это нормально Один из бизнесов, который сейчас мы делаем Это садоводство Как я подошел к этому садоводству Я размышлял так Если одно дерево Дает 10 долларов Или 20 долларов Или 50 долларов В зависимости от того, как ты трудишься Как это ты строишь То есть, как ухаживать за него Я сидел, думал Потом спрашивал многих людей Очень многих людей спрашивал Вообще Какого дохода можно ожидать С одного дерева Кто-то мне сказал, что я беру 500 килограмм оберкоса Или кто-то сказал, что 100 килограмм яблока Кто-то по-разному Люди Я начал всех спрашивать И когда многих людей я начал спрашивать Был один парень, который 17 лет имел опыта в этом бизнесе Вот справа от меня стоит Его зовут Пулу Джон И вот у него спросил Он сказал Если правильно ухаживаете Даже если у меня, говорит, дерево Которое дает в протяжении последних 5 лет У него уже 17 лет опыта же Он сказал Дерево, из которого у меня больше одного тонна дает Говорит Я сидел, думал Классно Я сидел, думал Если я самым худшим вариантом ориентируюсь Мне нужно, чтобы в год миллион долларов давал мне мой сад Значит, мне надо хотя бы если по 50 долларов Надо мне почитать Сколько надо сажать, чтобы это давал Но я ориентировался еще худшего И взял 20 долларов И сажал В дальний момент Я сажал 58 тысяч дерева Часть из них умерли Часть из них умерли 46 из них в дальний момент плодоносящие Мы являемся одним из самых крупных экспортеров свежих фруктов Почему мы к этому подошли? Потому что весь мир приходит к пониманию того, что Уже надо кушать натуральные вещи Я это предвидел заранее Я это предвидел заранее Поскольку это я предвидел заранее Сейчас, в дальний момент Весь мир уже потихонечку приходит к органике То есть более здоровое питание Вы это заметили? Кто из вас это заметил? Что весь мир начинает об этом говорить Но я это видел 10 лет назад Теперь, на данний момент На данний момент Второй наш бизнес, который по этих направлениях Это наши Мы строили холодильники Мы строили стандарты И мы недавно было Недавно было в Алма-Ате В Средней Азии Выставка По показателям Юсаида В Средней Азии По качеству По вкусу По именно правильным продукциям Мы занимались компанией номер один В Средней Азии Как мы это занимали Недавно В Алма-Ате Когда И с того дня Вы не представляете Каждую минуту К нам На почту Приходят Со всего мира Пригласения Чтобы Работать с ними Мой партнер Который вы сейчас видели Он сейчас находится Уже в Китае Я по идее Сегодня должен Буду там Мы являемся Первая компания Которая начала Поставлять Китаю Такого продукта Это правда Мы являемся Первая компания Кто это делает Со Средней Азии И так далее Именно В таком качестве Который как надо Именно Такого Можно сказать Формата Который Действительно Нужно Я буду Рассказывать Несколько бизнесов Чтобы у вас В голове Что-то формировалось Другой из моих Бизнесов Это Дальний момент Который существует Это мой ресторан Я ресторан Запустили В Астане Но С какой целью Я его сделал Я знаю Что люди Хоть кризис Не кризис Все равно Будут праздновать Все равно Люди Все равно Будут пойти Кушать где-то Так или нет Кто из вас От того Что кризис Начался Перестал кушать Вы все равно Ходите Согласны У меня Очень хороший ресторан Если в Астане Будьте Заезжайте туда Но следующие Шаги ресторанов Я буду делать Уже в Америке Потому что Я все анализировал И понял Тоже сами Работа Если там делаю Сто раз больше Получаю Американцы Дома вообще Не готовят Как бишкекский народ Бишкеки тоже Все дома Не готовят Ну 50% Люди Бишкеки На улице Кушают Потому что Выгодно На улице Кушать В 2006 Году Когда впервые Приехал Бишкек Я был удивлен Страна Не богата Но в одном Кафе Ресторанах Места нету Всегда Больше 50% Запольняемости Кафе Ресторана Согласны Я всегда Думал об этом Странно Что это такое Почему так Поэтому Кто бы здесь Не открывает Общепить Он успеет Ребята Он все равно Не банкротится Потому что Народ такой Вы не думаете Что то Что здесь Особенно Какой-то Скрет владеет Эти кафе Которые успешные Нет Сам народ У нас такой Любит отдыхать Я серьезно говорю Это правда Потому что Это Я вам сказал Один из секретов Маркетинга Просто Почему Потому что Чем дома кушать А там в кафе Разнообразие кушаешь В кафе Это так Вот Хотя Мы очень любим Гостей Позвать к себе домой Несмотря на это Все равно Любой кафе Ресторант Зайдите Больше 50% Заполняемость Вы это видите Но когда Это видели В Америке Я начал По другому Мыслить Я думал Во Все по другому Буду делать Я потому что Я ходил Все кухни Попробовал Какая-то ерунда Чуть собачий Продать Черт побери Еще толпа Народ ходит туда Я своим друзьям Сказал Послушайте Я буду здесь Открывать ресторан Потому что Я не мог найти Вкус Который мне нравится Один день Попробую Или второй раз Попробую Неохота Еще раз Туда сходить Когда Открывал ресторан Я посоветовался С несколькими людьми Которые держат Рестрани Почему? Потому что Это самая важная Часть бизнеса Надо найти Того Кто это сделал Лучше У него спросить Так экономишь Много ошибки Экономишь годы Я спросил Одного парня Он армянин Он в Киеве У него 15 ресторанов Нечаянно Мы Когда я консультировался У Ричарда Брэнсона Мы вместе Оказались там Он сам Армянин Но в этом У него рестораны По Украине И я у него спрашиваю Говорю Послушай Я хочу открывать Рестраны Я как раз Только помещение Покупал И думал Какого вида Кухни делать И у него спрашиваю Я говорю Послушай Расскажи мне Пожалуйста Вот На чего мне Больше всего Внимание обратить И он мне сказал Довлатов Самая первая вещь Ты должен думать о том Что Кто сегодня Кушает у тебя Его внуки Тоже должны Кушать у тебя Я сидел Думал Здорово Это был Самый главный Урок Который Я у него получил Он сказал Сделай так Чтобы люди Не уставали От твоего кухни Они могли вернуться И им всегда нравилось Возвращаться к тебе Если твоя кухня Будет такого уровня Твой бизнес Будет очень хорошо Просветать Я сидел Размышлял об этом Думал Это действительно правда Я описал эти вещи Потом он сказал Вторая вещь На чего ты должен Внимание обратить Чего-то должно быть Изуминка Которой еще у других нету Я у него спрашиваю Сколько лет ты держишь Рестороны Он говорит Пятнадцать лет Я сказал А какова твоя Изуминка Он сказал Это мой рецепт шашляка Тут же у меня в голове Пошло все закусочные бизнесы Я начал думать Ага Почему Старбакс Кофе продает Просветает Особенный какой-то Рецепт владеет Почему в этой кифсе Там Который курица же жарит Здесь очередь стоит Сейчас оказывается у нас Два часа очередь Надо стоять Чтобы получить Эту курицу жареную Кто из вас был Ход разу там Очередь увидел Столкнулись с этим И знаете очередь Я думал Ух ты Вот он прав И он мне говорит Мой изуминка Это мой рецепт Шашляка И я сказал А в чем его особенность И он мне говорит Знаешь Я продаю шашляка Он сказал Третья вещь Третья вещь Метод Именно модель Как ты преподносишь этого Я спрашиваю В чем Это механизм Преподносения Как ты это делаешь И он мне говорит Я продаю шашляки Не шампурами А метрами Я говорю Подожди Не понял Он говорит Мне заказывают люди И мы говорим Вам сколько метров шашляка Я говорю Подожди Он говорит Это запоминается На всю жизнь Это метод Метод преподносения То есть модель Как ты по другому Надо преподнести Можешь мне показать И этот парень Попал в книгу Генниса Потому что Самый длинный шампур Был у него Когда был в Украине Это Митинг Он благотворительно Делал По-моему Там не знаю 100 метров Или 200 метров Не помню Какой-то Очень длинный метр Шашляки продавал И он говорит Люди Которые у меня побывают Он на всю жизнь Запомнит Два метра шашлик кушал Вот вы никогда Не забудете Эта фраза Правда Вы представьте Сейчас Вам говорят Вам сколько метров Надо Один полметра Сколько А вы говорят Вам не говорят Сколько грамм Вам говорят И это запоминается Говорит На всю жизнь И моя изуминка Говорит Вот И он мне говорит Если вы соблюдаете Эти вещи Которые я вам говорю Ваш ресторан Классно пойдет Я думал Здорово Вы учитесь От моих рассказов Ребята Я рассказываю А вам надо учиться Хорошо И вот Получается Что в любом бизнесе Очень большой роль Играет Чтобы вы Эти вещи Понимали Как делать Именно Особенности Его изуминку Еду готовят Могут все Например Любой из вас Максим дома Готовит Правда Чья жена Вкуснее Чем Шоро Делят Максом дома Чья мама Или чья жена Поднимите руки Пожалуйста У кого из вас Дома Вкуснее Максом Чем То что Покупаете У Шоро Честно Поднимите руки Вот Возможно Вы вкуснее делите А можете Левым Модель Шоро Построить Это уже Разные вещи Кто понял Возможно Вы дома Намного Гамбургер Вкуснее Можете делать Но можете Левим Макдоналдс Построить Это разные вещи Это абсолютно Разные вещи Вот Следующий Мой бизнес Это мы Строим Недвижимости Многоэтажные Дома строим И Как Почему я подошел К этому бизнесу И как Очень надо Правильно Выбрать Ринки Потому что Разный рынок По разному Себе ведет Я мыслю Таким образом Чтобы Обезопасить Бизнес Надо правильно Выбрать Ринок Я мыслю Таким образом Потому что 56 бизнеса Имеешь опыта Банкротство Того Того И так далее Я размышляю Таким образом И поэтому Мы 60% Деньги Держим на Те деньги Короткосрочные Деньги Которые Каждый день Каждые Живые Деньги Мы их называем Живые Деньги Поэтому У нас Дефицит Наличности Не бывает Потому что Каждый день Есть живые Деньги Я построил Модель Именно по Такому Правилу По такому Правилу Чтобы Был Стабильно Откуда Я это Понял Я изучал Много Жизнь Миллионеров Миллиардеров В 2007 Впервые Я познакомился Оскар Салимбеков И мы Очень хорошие Друзья Я у него Спросил Байки Как разбогатели Он сказал Я вот Построил базар А потом Деньги пошли Надо было Куда-то Довать их Надо было Что-то Делать И вот Мы Просто Направляли Эти деньги Туда Направляли Конечно Были много Ошибки Много Потерей И так далее Но в целом Что-то Мы потеряли Что-то Продали Но в целом Мы Выигрыши Я сидел Думал Ух ты Классно Надо найти Что-то Механизм То что тебе Денежный поток Обеспечит И это Самый важный Механизм Поэтому Я начинал Делать Свои бизнесы По такому Правилу Чтобы Бизнесы Не должны быть В одном руслу В одном направлении Например Если вы Только Недвижимость Занимаетесь Вы сейчас Банкрот Согласны Со мной Если вы Сейчас Занимались Все ваши Деньги Если были Недвижимости Вы сейчас Бессонные Ночи Проводите Я вижу Как все Эти компании Страдают Эти компании Вольны Рост рынка Они все Были Крутие Так или нет Посмотрите Все Учитель Врач Все Начали Строить Все Подряд Начали Строить Строитель Не Строитель Банкир Неважно Потому что Это был Самый легкий Способ Зарабатывать Квадрат Квадратура Тебе обошлось Одну сумму И сверху Накручиваешь Два раза больше И все Продай Руки на карман Потом К тому же Недвижимость Это такой бизнес Где ты Не теряешь Если не зарабатываешь По крайней мере Не теряешь Продолжение следует...